Я приехал сюда по приглашению. Приглашение я принял, причем принял не раздумывая, потому что в Петербурге, в истории петербургской архитектуры, существует такая красивая история о работе ленинградских зодчих в послевоенный период в Севастополе над восстановлением центральной части города и руководил всеми работами Поляков. Поляков – московский архитектор тогда, а до того он был петербургским ленинградским архитектором, приехавшим в Москву, и он призвал способных людей, молодых, принять участие в этом благородном деле. И сегодня уже прошло время, к сожалению, нет этих людей с нами, но такие истории хорошие, положительные, светлые, добрые, они остались в памяти архитектурного сообщества современного петербургского уже. Мне кажется, что Севастополь и Петербург – это, наверное, вещи ментально и духовно связанные, и чем больше вот здесь нахожусь, тем больше вижу эту связь, свяжу не только с Санкт-Петербургом, но, к примеру, город Кронштадт, вот, ну, хотя меньше Севастополя, но он меньше и Петербурга, и Севастополь меньше, но вот как раз вот дух, ритм жизни Кронштадта очень сильно похож на то, что здесь происходит, и это, в общем-то, приятная такая реминиссенция. Если говорить о центральной части, слава богу, здесь, ну, наверное, всего есть одно вот недоразумение. Я живу в гостинице «Севастополь», и напротив построены здания, не лучшие архитектуры, на очень большой геометрии коммерческие здания. Конечно, они чуть-чуть нарушили вот эту гармонию диалога города с бухтой, и слава богу, что вот только это бросается в глаза. Что касается нового города, то, наверное, там проблем много, но это проблема не Севастополя, а проблема всех сегодня российских городов, что на новых территориях неисторического центра не всегда удается держать планку. Вот, ну, с другой стороны, мне кажется, что сегодня вот хорошо, что задумались об этом, потому что все-таки в советское время велась некая государственная политика, велась... да, нас не устраивала архитектура, но в целом градостроительство, в целом какие-то инфраструктурные вещи, они были уместны. То есть была забота о городе, ну, это, опять же, общероссийский процесс. Приглашение в совет людей, практикующих людей, которые неравнодушны к этой теме, это очень важно, и тем более, что есть культурные корни, и Москва, и Петербург принимали активное участие в восстановлении города до того, как здесь создались школы. Ну, это, наверное, потом необычность каких-то, ну, в общем-то, желание, желание, может быть, перезагрузиться. Вот такое ощущение есть, и мне кажется, я немножечко продолжу вот мысль в следующую сторону, что приглашение из Москвы, из Петербурга членов совета, оно очень важно, потому что за последние 25 лет сделано ошибок, достаточно много в России, и в Москве, и в Петербурге они есть. Но для того, чтобы избежать этого, вот как бы не создать, не пойти вот этими ошибочными путями, вот мне кажется, это специально продумано, составлено, и это хороший стартап. Я думаю, что сейчас очень важно сделать несколько вещей грамотно. Это составить новый генеральный план. В новый генеральный план попытаться заложить идеи, которые бы были инновацией для дальнейшего пространственного развития города. И если сейчас правильно сформулировать эти установочные моменты, это будет здоровым импульсом на несколько лет для развития, на несколько десятилетий даже для развития города. И никому не секрет, что в российской практике я не погружен в тонкости прежних времен, законодательство, которое было связано с последним 20-летием, то в российской практике зачастую это носило чисто процедурный характер, такой, делали генеральные планы, брали старые генеральные планы 80-х годов, 90-х, что-то с ними работали, то здесь можно создать совершенно нечто особенное, то есть сделать генеральный план, по нему попытаться заложить какие-то идеи на долгие годы. Следующий момент – это будут правила землепользования и застройки, которые будут определять правовую структуру осуществления этого генерального плана. И будет еще блок в части сохранения исторического наследия. Я думаю, что вот эти три момента правильно сейчас продуманы и будут основой развития в ближайшее время. Значение Севастополя колоссально для не только Севастополя, но и для всей современной российской культуры, потому что мы имеем дело с уникальным культурным наследием, где практически спроецирована вся история современной цивилизации, есть античные раскопы в Херсонесе, Древняя Греция, Древний Риверим, есть византийские традиции, есть традиции современной практики. Мне кажется, что, наверное, это какая-то уникальная совершенно площадка для российской культуры. У нас с всех мест появляется такое, извините за терминологию, российское Средиземноморье. Все-таки Черное море – это система уйкумены вот этой, как бы, и на сегодняшний день, мне кажется, те принципы, которые будут закладываться в современной Севастополе, они должны быть, как бы, учитывать опыт современного строительства европейского, турецкого, вот на побережье Черноморского и Средиземных морей, потому что это особый мир, особые правила игры, которые, в принципе, у нас забыты, и в правовом плане их нужно обозначить. Мне кажется, что очень важно будет найти суть вот этих всех документов, которые бы развивали среду городскую. Смысл их, наверное, должен был взят, проверенный веками. Немножечко вернуться назад, да, вот по большому счету, наверное, вид на море, вид на бухты. И, в принципе, законодательство Средиземноморья, оно все построено на этом, что нельзя заслонять другому вид. Все имеют право на вид. И вот, по большому счету, я не беру какие-то коммерческие составляющие, вне формата профессии. То есть, вот осуществление комфортной среды для пребывания человека – это, значит, иметь возможность чувствовать, видеть рядом море, с одной стороны. С другой стороны, здесь возникает очень интересный момент. Это какой-то хороший, серьезный блок нескольких контекстов, с которыми придется работать, которые должны быть прописаны в законодательстве годостроительном. Это вопрос исторического контекста, потому что мы имеем наследие, и мы уже тут упоминали, с самого начала мы сделали. И это наследие завершается 50-ми годами. Вот где мы сидим, где мы находимся, это уникальные образования городские. В мире таких аналогов мало, потому что комплексный застрой в советское время, и вот в таком 50-е годы, я имею в виду, обращение к традициям, и вот это очень важно. Следующий момент, который надо наверняка учесть, это, конечно, аспекты, которые связаны с ландшафтами. Вот какие-то, вот мы начинаем с того, что люди не должны видеть друга, а если мы обратную сторону посмотрим, как это восприниматься будет с морских панорам, то есть это вот бережное отношение к ландшафту. И тут как бы вот этот ландшафт сформируется и из внутренних законов. Возникает некая террасность, все видят, а с воды это выглядит художественно умно, да, то есть как-то там это вот с обратной стороны, это уже является собой некий вот как бы подход, и все это должно быть еще гармонично, по массам, вписано в ландшафты. Следующий аспект, наверное, такой, что в Севастополе накоплена большая культура, вот гидротехнический аспект, потому что все-таки иногда придется линию прибрежную чуть-чуть спрямлять, улучшать, и тот опыт, который накоплен в советское время, он уникален. Вот как бы строительство гидротехники, набережных, и по большому счету вот вся инфраструктура будет, дорожная сеть держаться на этом. Следующий аспект, который необходимо учесть, да, и еще продолжу, я снова немножко вернусь к ландшафту, вы понимаете, там вот, если мы посмотрим на античные планы, то мы все время видим какие-то чуть-чуть легкие смещения, и все время, как бы, это вызывает художество, во-первых, это художественно красиво, на самом деле это тоже не случайно, это все идет от ландшафта, и попытка ставить одну из сторон здания перпендикулярно склону, то есть, понимаете, и отсюда возникает некая жизнь, и вот эти моменты тоже должны быть как-то прописаны, это должно быть осмыслено, и в новом законодательстве, в новых правилах отражено. Следующий аспект, это климатический аспект, ведь, как бы, да, вот я человек из других широт, и мы в основном лоим это солнце любыми, любыми, там, любая возможность, и солнце это благо, но ведь в летнее время здесь есть и переизбыток солнца, то есть, надо будет сделать так, чтобы это одновременно давало солнце, ловило солнце, когда его нет, и переизбыток солнца, тоже были какие-то вещи предусмотрены. Я думаю, что еще есть аспекты экологии сегодня, новые аспекты, потому что город должен получить новую инженерную инфраструктуру, кондиционные сети, очистные сооружения, и если сейчас комплексно обо всем этом правильно задуматься и правильно поставить планы преобразования, то я думаю, что, может быть, вернусь к тому, что это может стать уникальной площадкой, где можно не ошибиться. Это все быстро не делается. Я думаю, что генеральный план должен появиться, но в хорошем темпе весь этот блок документов мог появиться в течение трех лет. То есть за три года можно создать правила, привлечь ведущих специалистов страны, и эта работа проводится сегодня коллегами здесь, которые работают, и я так понимаю, что это и городская воля, как бы в этом направлении тоже думает, и будут приглашены ведущие российские коллективы, которые будут искать какую-то прелюдию к градостроительному плану. После этого будет селекция, будут убираться сюжеты, после этого будет весь правовой аспект сделан. Там очень много, мне кажется, что надо вообще жестко прописать, что вот мы сидим в четырех-петриотажной среде, это идеально. И вот эти доминанты, которых никогда не было в истории города, они абсолютно не нужны, одинокостоящие в случайных местах. Вот так. И мне кажется, тоже вот эта работа должна вестись. И я так полагаю, что члены совета, которые включены в новый состав, они как раз и приглашены для того, чтобы строить полноправный диалог и постановочные задачи вот тех специалистов, которые прибудут сюда, чтобы они слышали и позиция города с помощью их транслировалась. Ну, проникнуться духом города – это очень важно, но проникнуться духом Севастополя, наверное, это как бы еще важнее, потому что мне кажется, что вот есть, не каждый город имеет такую как бы историю. История – это есть в изобразительном искусстве, вот замечательные графические миниатюры, которые сегодня тоже активно популяризуются в городе, к ним надо добавить, будет советский период, его осмыслить, вот восстановление после Второй мировой войны. И, наверное, это вот какой-то дух города, он в том, чтобы собрать все те принципы, осмыслить, по которым город развивался, и самое главное, естественно, двигаться вперед, потому что здесь не надо искать никаких новых брендов, здесь, как бы, мне кажется, это… У нас есть в стране проекты «Сколково», еще какие-то невероятные масштабные проекты, и они, в общем-то, имеют удивительную особенность, они в основном 2D, то есть без третьей… без ландшафта, ландшафт – дело очень тонкое, и это все осмыслялось, и все те сюжеты, все те правила игры сегодня надо осмыслить, и мне кажется, они должны стать основой движения вперед. Сегодня должно быть очень важная такая компонента, упущенная, наверное, в новое время, когда вдруг все поменялось и стали иначе жить, должна быть некая преемственность мышления. Понимаете, вот здесь, когда мастера 30-х, 50-х годов делали вот это, была колоссальная преемственность мышления их предшественников, и вот сегодня вот эта, как философская категория, преемственность мышления предыдущих поколений, которые создали это уникальное место, она должна быть понята и развита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова